Продолжение следует... 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 ... Продолжение следует... ... 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 Сила наполовину ушла. Потому что язык... Если исходить из этого, то же самое распространяется на стихи. Со стихами нет стихи. Почему? Стихи и концентрация в этом месте. В хороших стихах есть третье измерение, застрочное пространство, то, чего словами не выразишь. То есть здесь в коде? Дело не в коде. Есть, ну не знаю, у Акуджавы, кто вперед врубается, в лучших песнях есть то, чего в строке нет. Если посмотреть стихи, а когда это начинает звучать, там изникает сразу третье пространство, третье измерение. Друзья, вы не представляете, когда я ребят вёл на встречу с вами, они просто готовились к этому моменту. Да не, ну что ж, мы тут все простые, как мебели. Это у них в принципе такое, с детства, когда Валерат только начал слушать, там мы все вырастали на этом. Это был не съезд какой-то очередной ГПСС, а просто сидеть у приёмника и слушать. Можно, извините, не надо делать. Спасибо, всё это такое. Ну вот, удивительная вещь, я приехал в Лондон, впервые в жизни там, в общем-то, в такой большой, красивой, замечательной загранице. Вот, и у меня такое ощущение, что я здесь жил. Я пришёл, вот он говорит, в шуте такой, обычная там разговорчивающая семьяка, у меня Бариска отвисла, я так, иди ухо. Вот, на второй день у меня прошло всё это, и я вдруг понял, что я здесь жил. Ощущение написано в буклете, а то, что написано в буклете, всегда правда. Лондон столикционирует. То есть меня перестали какие-то вещи удивлять. Ты что написал? Тренин столиклетик. Ну, Лондон, почему старейшая, ни в коем случае. Рим старее намного. Он же завоевал когда-то? А Египет ещё старее. Лондон относительно недавно был основан. Первая улица в Лондоне – это Странд, где BBC Бушхаус стоит. И всё это было порядком, не знаю, первого века до нашей эры, где-то вот на сломе эпох. Потому что римляне отсюда ушли в 463 году. Из-за восстания гнусных ангелов. Которые этот беспорядок навели. Но от римлян осталось всё, структура там. За римскую империю все дико любили. И когда она распалась, все её пытались сохранить. Колониальные народы. Потому что был порядок. Было самоуправление. Были местные языки. Была местная культура. Центр ничего не зажимал. Они просто взамен за поборы и за налоги организовали колоссальную жизнь. И за пределами римской империи была дикость. Она же община, друг друга там били дубинами по голове. Кровь текла. А в римской империи не было ни преступлений, ни бравства, ничего. Это был вот кусок цивилизованного мира. Он шёл от Англии, чуть севернее, где Адрианова стена сейчас. Которые, кстати, солдаты строили трёх римских регионов. И шло туда, за Грецию туда, в общем, всё, что было завоёвано. Нет, дальше. Дальше, дальше. Англичане, наверное, очень молчили, его народ. И в языком... Они концентрированный народ. Знаете, у меня такое впечатление, что вот английское кино. Я никогда... Я не знаю, в английском кино что-то такое, чтобы мне там попахнуло по голове. Английский театр, я не знаю, английскую литературу больше всего там, я скажем, я могу назвать одно имя, которое меня там поразило. Это Алан Силитов, который меня пробил там в своё время настолько сильно, я до сих пор помню всё вот такое. Вот для меня это английский классик, Алан Силитов. Больше там шоу, Джойс, все прочие товарищи, господа. Да, а вы, извините меня. Нет, ну это да. Но это уже не может быть. Не знаю, меня просто вот как человека пробил почему-то Силитов, потому что он написал там Англию там 60-х годов или 50-х годов, вот «Начало пути», по-моему, его читали, такое замечательное, про одного парня, который поехал в Лондон, поднимался, работал на какой-то швейной фабрике, воровал фальто, ездил в этом маленьком метро, надевая на себя там 10 курток, понимаешь, вот такая вот, то есть какая-то рокерская вещь совершенно такая, крахнутая. И у меня возникло впечатление, что англичане выражают свои эмоции и свою душу там очень сильно через музыку, через звук. У меня создалось такое впечатление, чёрт его знает. Потому что мы-то все с детства воспитывались, как ни странно, там ни на «Щейковском», ни на, ну, ты понял, о чём я говорю, да? Ну, я, например, вот вырос и стал музыкантом, там, на «Битлс», «Стоус» или «Зеппелин», там, и куча-куча-куча, там, «Девятьбол» и прочее-прочее. Мне совершенно по барабану была, там, европейская культура музыкальная, 18-го. Группу знаю, музыканты нет. Вот, группу знаете, да? Слушай. А вот вся вот эта метафизическая тусня, вся эта мистика, вот, храм Пиориде, он вроде бы находится в Лондоне. Не знаю, в Лондоне много чего. Ну, вот просто вы не знаете, да? Мне очень интересно это было, потому что как-то, ну, вот, понаблюдав за всей этой... Если брать, ну, все равно надо. Когда ты увидишь, там что-то будет, выбирают. Все лезут, такие маршалы, генералы какие-то. Эта публика вся в историю лезет. У кого-то в Би-Би-Си Центрального уровня стоит конная статуя какому-то фельдмаршалу Уайту. Ну, кто его знает? Никто. У него длиннейший список титулов. Длинней списка титулов я ни у кого не видал. И такой, и сякой, да. Сидит на коне, весь в орденах, в пулемах. Вообще здесь очень есть смешные памятники, такие социореалистические. Мужик какой-то. Так и ты был социореализм, так он здесь был раньше. Сева, а вот такой вопрос. Я в свое время там прослушал буквально всю вот эту цепь передач Али Цепеля. Мне жутко было интересно. Я, честно говоря, тогда у вас учился языку вот этого журналистского, допустим. Мне просто интересно, вы делали эту программу, вы когда-нибудь вот сталкивались там с этим? Нет. Никогда. То есть это вот чисто так вот со стороны? Ну, нет всякие источники, и все. Не нужно, потому что зачем тратить время и усилия пробиваться, разговаривать. Он все равно с тобой говорить откровенно не будет. Это надо убить там года четыре, чтобы получился один разговор. Ну, был. Но это все несущественно. Я просто пользуюсь источниками, скажем, воспоминаниями или статьями людей, которые с ними бок о бок жизнь прожили. Это гораздо эффективнее. Мне же нужно здесь в единицу времени колоссальное количество на гора выдавать. Если я буду по принципу романиста, понимаете, собирать все от нуля, на эти девяносто передач у меня полжизни бы ушло. Нет, надо просто, знаете, смысл образования. Учат людей источниками пользоваться. Это все. Я просто знаю источников. И знаю, как их воспринять. Без должного этого... Поклоним. Вот я сейчас там... Битлз какой-то чудовищный сериал, там, 28-я серия. А все Битлз? Ну, там они то уходят, то приходят. Но там из 12 разных томов пишутся. Ну, так книги стоят в таком нестополе. Но это тоже труд. Потом надо же все это в голове скомпоновать, что откуда взять. Знать, наверное, какой автор про что лучше пишет. Отмести ненужное, сжать, добавить от себя своих личностей и так далее. То есть это достаточно синтетический тройник. Мне жутко интересен такой момент. Более взаимодействие, ну, все как-то говорят, там, ну, распалась группа, да? Любая группа распадается. И вот там какие-то там трения происходят. Я вот насколько все это, как бы, там, я слушаю, там, хуанта. Там, там, интересно, очень здорово, музыка такая американская идет тоже. А вот этот человек меня всегда интересовал, потому что был какой-то действительно такой мистический, бесноватый. Совершенно какой-то для меня. Я вот просто думаю, почему сейчас, как бы... Наш именинный спикли Макараваев, вот такой вот ширины, вот такой вот уже нет. Почему так происходит, не могу понять. Путливый у тебя разум. Добьешься правды, когда-то. Мне одна девочка однажды сказала, а ты не боишься, что ты когда-нибудь испишешься вообще тебе слово сказать и звука ты не сможешь... Полное собрание выйдет. Да, ну собрание... Том первый, второй, третий. Журнальчики все опять же. Так вот, я не могу понять, почему все это прекращается. Для меня это вопрос такой... Чего-то знаю. При жизни почему человек... Ну ты что умирает? Это ему просто надоело уже все. Люк не открываем. Некоторым везет. Наполеон 27 лет был генералом. И тут подвезло. Дали по толпе из пушки картечи стрельнуть. И пошло. Император, понимаешь? Главное, нам нужно настроил попасть. Ну что, самое главное. Самое главное. Гайдар в 14 лет полком команды. В 16 лет. Как повезет. У меня все наоборот. Профессию поменял в дисджоке и попал в 37 лет. Некоторым людям уже на пенсии собираться. Да, пух, что попали. Ну, может быть, это и... А я не надоедала никак. Уже надоедал давным-давно. Каждую среду мучаюсь, в четверг вообще бьюсь головой об пол. Я вот вам говорил, я говорил вам, что у Севы, в принципе, имиджа хулигана на русской студии. Это человек, который, в общем-то... Есть такая притча чудная. Моя маман сидела в поликлинике, и рядом с ней сидела тетка в кофточке из, ну, типа махеровой шерсти. Ангорской шерсти. Такая мягкая, да? А маман моя вяжет очень хорошо. Она говорит, у вас какая у вас косточка, а где вы шерсть брали? А та говорит, из кролика, а мы кролика держим. А маман говорит, вы его стригли? Она говорит, нет, ну, щит. А мать говорит, ой, ему же больно. А тетка говорит, ну что вы, он привык. Так я бы тот самый кролик, который привык, чтобы ему было больно. Севы обороты, они ведь не только музыкальные. Ну, там разговоры, конечно. Севы обороты, да, он появился, я не помню, достаточно поздно, может, да? У меня, кстати... Шесть лет назад, будет семь, мы с вами. В определенной степени, вот, вы не обидитесь, если я буду говорить то, что... Ну, ради бога. Вот, я, например, слушал программы музыкальные, и однажды я из них потихонечку начал вырастать. Я где-то понял, что они рассчитаны, там, ну, на более, может быть, зеленое поколение, которым надо ознать, что такое, Битлз, кто там. А вот вас не смущает, что вы так долго занимаетесь, какими-то вечными, эфемерными темами? Ну, я пытаюсь что-то еще делать. Просто никто об этом не знает. Это не печально. Потому что мне, например, когда я появляюсь в телевизор, там какие-нибудь на следующие дни ходят, и тычат пальцем, говорят, а вот это я из телевизора человеку. Мне так обидно им противно становится, потому что я бы что-то театральный режиссер, а не телеведущий, или там не... Так не появляйся в телевизоре тогда. И что ты поимеешь? Ну, у меня, на самом деле, попадание на работу в BBC – история мистическая, поэтому там было столько совпадений, там был явный сценарий мне написан. Во-первых, меня нашли в Риме, я на BBC не собирался. Пришел человек случайно, искал совсем кого-то другого, пришел ко мне в квартиру, почему-то. Узнал меня, потому что он меня знал как джазового музыканта. Начал предлагать, я сопротивлялся там два или три дня, по BBC, там, 75-й год, можно сказать. Враги народу не хотел. Ну и так далее. Там было масса-масса обстоятельств, я сейчас просто не буду пересказывать длинную историю. Ну вот. Но там божественный юмор во всем был виден. У меня был жучок, например, машина, Volkswagen, с голландским номером. И первые две буквы были DJ, я даже не знал, что это. Да-да, там все было расписано, уже я знал, чем все это дело кончится. Ну и как бы меня так поставили на эту работу, надо тянуть, пока не кончится. А у меня есть разные другие проекты, я там что-то пытаюсь сделать. А вот эти люди, которые вы вытаскиваете на программу, у вас есть какая-то там сеть людей, которые отбирают или вы занимаетесь этим чисто сами? Это все стоп. Знаете, в этот процесс голову нельзя включать. Как включишь, появляется теория, и все погибнет. За пять минут все сгинет. Этот самый элемент невысказанного должен быть. Ну, принцип простой. В эфир просится или нет? В эфире стоп. Просится? Просится. Нет? Нет. Ну, тут показатели миллион. Это срастается из всего, из-за чечения обстановки, из-за того, что сегодня я считаю, как бы надо среднему статистическому гражданину. Мне это интересно или нет? Добавляет это чего-то к национальному пониманию или нет? Ну, так вот. Худшие программы, которые были вычислены кем-то за нас или мной. Должен быть энергия, должен быть тот люк, о котором мы говорили. Если он есть, то все лучшее идет не от нас самим. Задался вопрос. Во имя чего существуют русские осуживания в ВСИН? Во имя британских интересов. Во имя британских интересов. Во имя британских интересов. Россия здесь совершенно, между прочим. Россия totally incident. А какие это интересы? Это я не могу понять. Интересы британской империи. Империи нет, интересы остались. Так это идеологически. Нет. Присутствие должно быть. Идейное присутствие Англии. Если убрать наше иновещание, от Англии останется маленький кусочек земли. Никто о нем завтра не вспомнит. И у нас есть имперское наследие в умственном смысле. У нас нет территории больше, у нас, потому что я гражданин. Нет территории больше. Но осталось культурный сгусток. Перед у нас осталось еще идеи, возможность торговать идеями. И главное культурой. Как говорят англичане, деньги хорошо, но породы имени не перешибешь. Страна старой аристократии. Старейший и крупнейший монархи. Понимаете? Аристократам есть что предложить, могу вас уверить. И здесь мощный, очень мощный и толстый слой интеллигенции. Причем у меня такое ощущение иногда, что больше 40%. Все равно я, наверное, не понимаю, зачем вы в России... Да незачем, незачем. Вот это самоутверждение на экстраполяцию себя. Да нет, это все на самом деле, если уж вы хотите всю механику знать, за идеями словесными и культурными всегда идет экономика. Я вам один просто ключ дам. Самая крупная служба на BBC Арабской. Окей? Потому что оттуда, там крупная торговля идет. А Россия когда-то была идеологическим противником. Сейчас временно... Сенциальный рынок сбыта. Мы сейчас временно как бы между А и Б болтаемся. Но потом это будет, может быть, не сбыта торговли. Я уже знаю массу людей, которые колоссально ведут торговые операции. Кроме того, в жизни нет простой формулы, понимаете. Лондон один из крупнейших финансовых центров мира. Здесь 2 миллиона людей выколачивают деньгу из ничего. Просто гоняют рвань по кругу, как у нас говорили. Но при этом нужно быть огромным специалистом. Нужно понимать тонкости экономических пружин, элементы риска, знать традицию. Ну, это все уходит здесь 600 лет назад. Биржа лондонская более 500 лет. Ну, они-то уже знают. Старая культура дает мудрость. Это мы все пытаемся просчитать с логарифмической линейкой. А здесь уже такие наслоения. Вы подходите к утесу. Там мезозойская эра, там такая-сякая. Все слои. Так и здесь. Не нужно ничего пытаться понять сложное с точки зрения простого. Наоборот, лучше. А для этого, как говорил один мой друг, надо вкусно питаться и путешествовать. Что я вам и советую. Да это что-то я уловил, но... Что мы и делаем. Пытаемся, да. Потому что посещение страны вам даст неизмеримо больше, чем прочтение трех книг Алана Силитова. Силитова – это вторичный опыт. А вы увидите все сами. Мир глазами Санкт-Петербурга. Единственное, что я вам хочу сказать, почему Англия относительно успешна. Здесь рано люди вызревают умственно. Она жестока к детям, Англия. Здесь никого по головке не гладит. В 18 лет ты должен уйти из дома. В 14-е ты уже взрослый умственный. Все. В школе учитель с линейкой не стучит по столу, не повторяет в сто раз. Он говорит шепотом один раз. Кто не услышал, тот дурак. Кто не выучил, тот не сдал. Кто не сдал, тот вылетел. Кто вылетел, тот пошел по другой дороге. Welcome to the machine. Понимаешь? Поэтому здесь у студентов рвение такое к учебе, которого я в России даже вообразить себе не мог. Мои рассказы пошлые о каких-то шпаргалках, по которым мы сдавали дипломы, здесь просто воспринимается разговорство с каменной стеной. Потому что народ не воспринимает. Нет. Это не смешно, это не интересно, это ничего. У меня сейчас жена сдает экзамен выпускной института ароматерапии. Завтра экзамены нет. Она где-то нашла помещение, исчезла там уже на 4 дня. Не видел я ее. То есть народ с подругами они вчера друг друга проверяли до полтретьего ночи. Вот такие-то. То есть напор совершенно другой. Никакого цинизма, который у нас вырубился, нет. С другой стороны, мой корреспондент варок программе в Москве, Татищик, сдает выпускной экзамен. Ну, хрена не делает. Я говорю, как? Ну, сдадим как-нибудь. А что значит роб-корреспондент в Москве? Ну, у меня есть человек, который мне там 2 раза в месяц присылает. Повставляйте. Всем даже не надо идти через телефонную сеть. Какая-то там у них заморочка внутренняя. Так что дело идет вперед. И вот эта английская такая жесткость по отношению к людям и есть ответ, почему я эту рок-программу делаю. Оставь его делать и делай. Не воображай себя никого. Делай свой спокойный зал. Ты можешь там делать это лучше или хуже. История расценив. А так тут никто тебе при жизни ни памятников, ни даже повышений по службе готовит. То, что я делал вследствие из чистого идеализма, и желание проектировать что-то такое, более-менее душевное. Все это делалось, как говорят тибетские буддисты, из чистого сочувствия. Потому что сочувствие, как они же утверждают, есть колоссальная сила. Люди даже от рака излечились с сочувствием. Вот тоже о том же самом говорил Достоевский. Большая сила. Этот лама, книжку, которую я сейчас с кусками читаю, он говорит, у него... Ну, они специалисты по умиранию, как-то, тибетцы, да? У них разработана система умирания. Ни в какой другой культуре таких разработок четких нет. Поэтому он тут в клинике работает с умирающими. Он их подготавливает. И он рассказал, что у него были клиенты, которые, узнав, что у них неизвечимый раз, раздавали все свое имущество и шли там буквально на кладбище умирать. При этом отдавали себя целиком другим людям. Там прислуживали, там, не знаю, кормили, заводили. И много было случаев излечения от совершенно терминальной болезни. Вот он приводит, например, силы сострадания. У меня она просто инстинктивна была. Вот от маменьки так генетически досталась. И еще, конечно, я на сцене простоял в 12 лет. И у меня рефлекс был в меня вбит, что если концерт не идет, гастролировать с ним стыдно. Нельзя людям играть то, что они хотят с ним. Понимаете? И поэтому этот инстинкт... То, что не хотят. Не хотят. Нельзя людям давать то, что им неинтересно. Ну, а как быть с тем, что люди, в общем-то, могут быть просто в подушку разогретую? А ты вот им принес, что ты такой абсолютно уверен, что это здорово. Игнати, ну возьмите, я вам отдаю все. А тебя, говорит, входи, Алёну Апину давай. То есть ты говоришь о чем? О мессианской боли? Черт вы знает, как это называть. Мессианс, это мессианс. Я просто очень часто сталкивался с тем, я попадал в те ситуации, когда к меня требовали хиви-мэта. Я играл хиви-метал, да. Ты делаешь свое дело. Мне делали вот так, понимаешь? Потом я начинал делать свое дело. Не, ну хиви-метал был тоже мой, я его любил. Художник работает не для людей, а для себя, а для Бога. О, для вечности. Но я себя к художникам не причисляю, я делаю скромное дело, популяризаторское. Что такое художник, что-то не надо? Мастер. Мастер, это тот, который может сделать что-то, вот зажигалку хорошую. Я в этом направлении, кстати, двигаюсь. Я три года назад открыл полудрагоценный камень на Берджинских островах и с ним работаю, и все свое свободное время. Вы уже мастерскую себе сделали, да? Сделал, у меня уже продукция, продается очень успешно. Что это за камень? Это зеленая яшма, но высокую качество. Самоцвет? Самоцвет, да. А вот камни, это же не просто вот по-брекуске, это же за ней стоит что-то мистикой. Яшма, один из 12 камней на грудной платье древнеизраильских священников. Это раз. Есть у нас свойства там потрясающие. За какой орган отвечает? Он вообще... Потому что там было все не случайно. Да, да, да. Этот диагностический камень вообще. Лекари им пользовались для того, чтобы диагностические способности свои усилить. То есть он как бы... Ну и потом он там просто способствует к общему заживлению. Я этим еще подробно не занимался, так прочитал несколько абзацев. Но вот Гален, такой предшественник всей нашей современной медицины, он пользовался яшмой катаком. Это очень интересно. А у вас есть какая-нибудь работа? Чего? Две коробки там вооружат? Нет, я имею в виду поэтому камни. Ну я тебе говорю. Я ее в серебро вставляю. То есть вы сами как ювелир работаете? Дизайнер. Нет, я покупаю серебро. Нашел фирму, которая соответствует моему стилю. Они работают в кельтской традиции. А кельтская, ну потом можете заглянуть вот в кельтский модель. Это все связано с доисторической Норвегией, с кельтами. И у них все эти узлы, вот это переплетение, они все были закодированными сагами фактически. Это были методы как бы напоминания, как история развивается. Ну и все это дело ушло, осталось только... Да? У них роскошная музыка. Музыка, да. Она стала же основой американской Кантри и Веста. Все эти лиги, тик-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Шиги-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А вот здесь такая замечательная певица авангардная. Я музыку ее... Вот у нее такая есть подкельтские напевы, ее фамилия. Все это, Что-что-что? Я использую кельтскую музыку замечательную. Так что за певица? Энни, может быть, нет? Нет, Энни, нет. Нет. А может, ты используешь? Фрезер, нет? Нет, это авангардная деятельность. Нет, Фрезер, это поразительная. Про нее снимал, кстати, Гренуэй, где-то он работал. Вор Андерсон? Нет. Я же, поскольку нахожусь в центре всех лондонских тусовок, общая тенденция, господа, не на авангард. А общая тенденция вся нью-вейв. Нью-вейв это объединение всего. Древнего... Романтика. Нет, это возврат к земле. А мы, наверное, вот это и называем авангардом. Это возврат к земле, это попытка разгадать мегалитические структуры. У нас приятель, например, написал книгу о священной геометрии Земли. Вот она будет издаваться. Во всем случае там все было не случайно. Все эти мегалитические структуры были расставлены не случайно. Там есть четкая совершенно до дальней градуса расстановка, когда... Это еще было ничего не известно. Всей дольше математики. Все эти пирамиды там, эти божественные энергии, круги на полях. Тут четко струкли. Много четко струкли. У вас есть термин для этих crop circles? Нет. То есть... Это сложные геометрические скульптуры, которые каждый год появляются... Появляются на полях пшеницы. Пшеницы, да, ржи там. Вот две недели назад было сложным очень много структуру в Канаде. И CNN показывал. А вот Винчестер... На столице здесь в основном. А чем объясняются какие-то теории? И я видел в кино, как это делается. Это самый маленький спутник Юрсова. Серебряная Теговина. Такая летает и вылез. У нас очень много в Сальских степях. Сева, извините, пожалуйста. А вот что это за место возле Винчестера? Это магическое место. Эйвбуре? Да. Это тоже связано? Связано, связано. Извините, пожалуйста, еще один вопрос. Может быть, что-нибудь еще можно хотеть? Давайте, может быть, немножко выпьем водочку. Не, мне скоро надо идти. Мне надо, как знаю, на жену готовить. Она просила прийти ее проверить. Какой-нибудь дрин. Все. И водой уже напились. И что будешь? Водички. Сева, будь куда-то так. Окей, я хлебну, а вот тут есть. Нет, ну давайте я еще возьму. Один бутылек, режиссер, и все. Да, да, да. Жутко интересно все. Но он приезжает именно к этой вот, коже, технической, высоко художественной, такой надломной. Гританский. В этом отношении, мне кажется, преуспел более джермен. Но Гриной, мне наоборот, это видится какого-то мощнейший, он поднимает такие культурные пласты. Он так вольно и классно оперирует, что вообще все в Чернегуре и создает совершенно новую реальность. Новое. То есть, вот я просто иногда делаю на этом же телевидении про кино, что-то рассказываю все же, видимо, и своим мнением, ощущением, как бы, ей-богу, незнания. А, мне просто вот кажется, что вот, например, и «Дитя Макрона» и «Астрина Буря» в книге Росфора это выход в другую вообще реальность, которая, с одной стороны, компьютерная, да, на что, как бы, весь мир подсажен, да, американцы, но, с другой стороны, несет потрясающую культурную традицию. Это 21 век. Такие люди, как Гринэвэй, их нельзя рассматривать в отрыве от питательной среды. И, условно говоря, в Ростове вы хоть семи пядей будете взял во лбу, вы все-таки связаны с питательной средой, и все же строитесь по принципу пирамиды. Одно гениальное, много хорошего, больше среднего, а морепосредственно. Но как в роке, как в театре, в живописном скруписке нужна питательная среда. Большие люди не вырастают на нему, и среди калмыцких степей и пруд Мейрхольд не появился. Появился? Его звали Сухая Батон. Нет. Но из Перми же? Ну, понятно, что из Перми, но он не сформировался-то там. Поэтому Перм тоже знают его, да. У всех есть сильные и прочие. Так что мы возвращаемся опять к тому же. просто питаться и путешествовать, путешествовать. А книжки? Ездить, читать, смотреть. Нет. Об этом говорят, ведь все время же надо куда-то перебираться, куда-то в Москву и... Перебираться нет. Нет. Это время уже ушло. Времени всяких эмиграремейцев, компьютер пришлось купить, выучить, там, программы зарядить. Короче говоря, этот макет мы отослали в Москву, в издательство. И там, у меня как-то были сомнения, парень же больно комсомольский такой, с шипром какой-то такой. В общем, все это так искусство, что они меня замяты. Я тоже придумал пожар, типографии. Причем из них мы вырываем уже полтора года этот макет назад. Они отдали часть. Но часть так и не получилась. Здесь я очень...